Из-за нашествия Караеда на юге Беларуси объявлена чрезвычайная ситуация. С такой массовой гибелью сосен лесники столкнулись впервые. Первыми забили тревогу в Лельческом и Милошевичском лесхозах. Сегодня пораженные территории в Гомельской, Брестской и Минской областях составляют не менее 6 тысяч гектаров. Александр Добриян знает подробности. Происходит это очень стремительно. Буквально здесь еще два месяца назад был здоровый лес, хорошее насаждение. Началось все с порыжения хвои, потом хвоя становится дерево вся рыжая. И буквально за три недели хвоя уже опадывает. Причина столь стремительной гибели леса – стволовые вредители. Вершинный и шестизубчатый караеды работают в тандеме. Одни поражают нижнюю часть ствола, вторые – верхушку дерева. Результат такого сотрудничества – стопроцентная гибель сосны. Вершинный караед из списка ксилофагов Европы занимает шестое место по своей опасности. И мы предвидели образование очагов и на территории Беларуси. Но здесь основное влияние на появление очагов данного вредителя оказали природно-климатические условия засухи. Три года засухи на юге Беларуси ослабили деревья настолько, что они не способны противостоять вредителям. Большую часть жизни караеды проводят внутри ствола, а поэтому обработка лесов химикатами в борьбе с ними бесполезна. Топором и огнем спасти белорусские сосновые леса могут только сплошные санитарные рубки, только на Гомельщине. До 1 августа предстоит вырубить ни много ни мало 4000 гектаров леса. На помощь работникам гомельских лесхозов уже пришли коллеги из Витебской, Могилевской и Гродненской областей. Для того, чтобы остановить рост очагов, зараженный лес нужно не только оперативно вырубать и вывозить, но и сжигать все древесные остатки. Работа колоссальная. Хозяйские, как мы лесоводы, понимаете, что надо же как-то спасать быстренько, хоть что-то, чтобы не превратилось в дрова. Постараться в кратчайший срок это все вырубить. Прогнозировать ситуацию пока сложно. Не первый год борьбу с караедами ведут, например, соседняя Польша и Украина. Вредители уничтожают леса, которые, помимо всего прочего, на том же Полесье являются источником дополнительного дохода для тысяч людей. Белорусские же ученые тем временем работают над созданием биологического оружия против караедов. На борьбу с насекомыми пытаются привлечь патогенные грибы. Но на завершение исследований необходимо еще не меньше двух лет. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.